Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал Amarket, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarket с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим вам в помощь дополнительный аналитический контент. Сегодня на повестке экономического календаря первый из двух важнейших фундаментальных событий этой недели. Сегодня перед конгрессом выступит Пау, глава американского регулятора. Это будет доклад, который посвящен подведению итогов результата проделанной работы за последние шесть месяцев. Лично мне будет интересно послушать, что еще предпринималось и задействовалось регулятором, помимо ключевой процентной ставки, для того чтобы ослабить инфляционное давление. Ну, хотя если посмотреть на текущий уровень инфляции, мы заранее можем сказать, что да, некоторое время назад Паул был прав, что дезинфляционный процесс начался, но текущие уровни инфляции уже говорят о том, что может быть даже пиковые уровни еще не пройдены, потому что инфляция постепенно начинает набирать обороты. Да, это пока что только в месячном выражении заметно, но буквально накануне я комментировал, что через две недели, даже чуть меньше, выйдут данные по инфляции в США, февральский отчет. И я допускаю, что мы увидим прирост уже по инфляции в годовом выражении, что станет дополнительным или самым весомым мощным доказательством подтверждения того, что американскому регулятору нужно все-таки быть более проактивным регулятором. Поэтому, друзья, интересно будет послушать Паула еще и в контексте того, что будет делать американский регулятор дальше. Считайте, что сегодня у нас внеплановая пресс-конференция главы Федрезерва по итогам, например, заседания. Ну, понятно, что до заседания еще далеко, но репетиция перед его мартовским выступлением после заседания сегодня точно состоится. Сегодня-завтра это два дня выступления в Конгрессе, поэтому мы будем рассчитывать на рост волатильности уже в рамках текущей торговой сессии и, разумеется, еще и завтра. Индекс доллара котируется на отметке 104.18. Мы ждем американскую валюту выше текущих уровней, и для этого есть достаточно оснований. Макроэкономический фонд, статистику прошлой недели мы с вами детально разбирали накануне. Повторю, что самый, наверное, хороший буст для доллара с точки зрения фундаментальной поддержки может быть связан с ростом активности в сфере услуг. Также стоит отметить выступление главы ФРБ «Атланты» Рафаэля Бостика, который сделал конкретное заявление о том, что регулятор готов к более активному повышению процентной ставки. Но, разумеется, это имеется в виду, что повышение ставки на 50 базисных пунктов, о чем тоже много раз уже было сказано с моей стороны. Я подсвечивал возможности, вероятность реализации такого сценария еще до того, как представители ФРС начали допускать, что этот сценарий вполне рабочий, и американскому регулятору необходимо будет действовать активнее. Самое интересное, что после выступления Рафаэля Бостика изменились настроения трейдеров, которые закладываются как раз под изменения, будущее изменение ключевой процентной ставки. Всем известный инструмент FedWatch. Если до выступления Рафаэля Бостика допускал, что вероятность повышения процентной ставки в марте была около 25%, то сейчас это уже 30%. И смотрите, друзья, если в эту пятницу выйдет сильный отчет по Non-Farm Perils, а потом мы еще и получим рост инфляции в годовом выражении, то тогда, я думаю, все уже признают о неизбежности того, что американскому регулятору нужно будет повышать ставку на 50 уже поясных фондов, а не на 25%. Я жду дополнительного роста курса доллара. Опять же, катализаторы обозначены, выступление Паула в Конгрессе и пятничный отчет Non-Farm Perils. Надеемся, что доллар сможет заручиться достаточной поддержкой и на этом фоне упрочить свои позиции. Золото 1847 долларов за тройскую ООН, свое настроение по рынчатому сантименту сейчас почти 50 на 50, поэтому сантимент даже не анализируем на текущем этапе, смотрим на потенциал роста доллара и доходность американских облигаций. Десятилетний трежерис скотируется на отметке 3,96. При определенной риторике Паула сегодня в Конгрессе, десятилетки уже улетят выше 4%, поэтому золоту я сохраняю короткую позицию. Рынок нефти радует покупателей, то есть у нас с вами 86,38 сейчас, уже ждем 88 и выше. Наша среднесрочная цель 90 долларов за баррель. И хорошо, что никакой фундамент сейчас не оврачает перспективы бычей, перспективы рынка углеводородов. Сегодня также в 21.30 будет отчет по запасам нефти в США от Американского института нефти. Я думаю, что запасы в этот раз снизятся, что может стать дополнительным катализатором для роста котировок черного золота. Доллар-канадец, друзья, давно мы его не разбирали, но сейчас нужно это сделать, потому что завтра заседание Банка Канады, судя по всему, ставку не изменит, а ставит на прежнем уровне 4,5%, а это может оказать дополнительное давление на канадский доллар. Поэтому, если интересно использовать каткосрочный потенциал определенных трейдов, то доллар-канадец прямо напрашивается на продолжение роста с целями 1,37-1,38. Европейская валюта против доллара 1,0689. Евро получил поддержку накануне от комментариев главы Европейского центрального банка Лагард, который признал, что базовая инфляция продолжает активно расти, но оно и понятно. Базовая инфляция в еврозоне сейчас 5,6%, исторический максимум. И на этом фоне ЕЦБ планирует поднять ставку на 50 базисных пунктов. Но не забывайте, друзья, то же самое может сделать и Федрезерв, поэтому у евро не будет никаких конкурентных преимуществ. И еще важный нюанс, то что повышение ставки в европейской экономике будет происходить в условиях довольно неблагоприятной экономической среды, чего нельзя сказать про американскую экономику, где повышение ставки происходит в условиях динамичного роста практически всех секторов экономики. По Европе этого сказать не можем. Буквально вчера данные по рыночным продажам активности потребителей в годовом выражении показатель снизился на 2,3%. Индекс доверия потребителей от CENTIX просел до новых многомесячных минимумов. Минус 11 пунктов. Это доказывает, что есть еще такие пессимистичные настроения относительно возможной рецессии в европейской экономике. Фунт против доллара 1,2042. Ждем пятничные данные по ВВП. В Англии может быть снова зафиксировано снижение, которое позволит нам уже говорить о рецессии. И биткоин 22400. Сейчас все обсуждают возможное банкротство компании Silvergate. Напомню, что в пятницу еще эта компания должна была предоставить годовую финансовую отчетность для американской комиссии, но не сделала этого. Сообщили о задержке, но рынок трактует это как фактически отсроченное банкротство, потому что считают, что Silvergate также столкнулась с серьезными проблемами в 2022 году из-за общего даунтренда на рынке криптовалют и фактически уже находится на грани финансовой несостоятельности. Еще, скажем, акценты либо проблемы одной крупной компании на рынке криптовалют может окончательно подорваться доверие к криптоиндустрии. Я жду движения биткоина ниже 20 тысяч. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошая торговая сессия. Всем пока.